Здравствуйте, мои друзья! Возвратите к каналу Daily Europe Online. У меня в гостях Дмитрий Ильич Потапенко, известный общественный деятель, политик и приниматель. Здравствуйте, Дмитрий Ильич! Добрый день! Ну что ж, сегодня в России принято решение приостановить действие международных договоров, регулирующие двойное налогоблажение. Это фактически означает то, что россияне, проживающие на территории Европы, они будут вынуждены платить налоги не только на территории Европы, если в сроках пребывания территория Европы там превышает 180 дней, и автоматически у них налоговая юрисдикция как бы меняется на европейскую, но и у себя в России. Это существенный удар по россиянам, которые живут за рубежом. Почему российское государство приняло подобное решение, Дмитрий Ильич? Ну, здесь это решение, понятно, на мой взгляд, достаточно прозрачно. Владимир Путин хочет, чтобы россияне, которые работают как бы в двойном режиме, потому что у кого-то больше доходов российских, у кого-то доходов больше, соответственно, зарубежных, чтобы они определились с юрисдикцией. Соответственно, если будет поставлена такая вилка, то бишь либо ты работаешь в России, либо и, соответственно, являешься налоговым резидентом России, либо ты работаешь в иностранной юрисдикции. Ну, как-то попытка подхлестнуть тех, кто не определился, либо вернуться, либо уехать уже окончательно и бесповоротно. Хорошо. А в чем мотивация? Ведь очень большое количество экономически активных граждан. Они одновременно никак не интересуются политикой, делают вид, что политики не существуют, войны против Украины не существуют, они просто зарабатывают деньги, и они просто живут той жизнью, которой они жили, ну, скажем так, 5-10 лет назад. Зачем российской власти выталкивать именно этих лояльных граждан? Ну, они как раз наоборот нелояльны, это протестный такой электорат, и наиболее правильно, соответственно. В этой части российские власти действуют достаточно последовательно. Кто не с нами, тот против нас. Поэтому их подход понятен. Позвращен. Ну, Дмитрий Ильич, я, например, знаю, ну, скажем так, молодых ребят возрастом 25-35 лет в России, которые живут жизнью, то есть они, естественно, протестуют против войны, против агрессии, это да. Но публично они об этом не говорят. Они просто наслаждаются жизнью, живут очень хорошо, зарабатывают как могут и так далее, и так далее. И, в общем-то, ну, подобное решение, оно так или иначе бьет уже по ним, по этим людям. Ну, им придется выбирать, где они остаются. Либо они остаются в российской налоговой юрисдикции, либо в иностранной налоговой юрисдикции. Собственно говоря, на это и направлена весь данный сэрбор. Так что достаточно понятно и прозрачно. Дмитрий Валерьевич, вы еще 5-7 лет назад мне накратно говорили о том, что делать бизнес в России лучше, чем в Европе. Вы часто об этом говорили, и ваша главная, как бы, идея и мотивация была в том, что, ну, это 140 миллионов рынок, рынок, который во многом напоминает Дикий Запад, не зарегулированный, с очень, скажем так, доступной шкалой налогообложения, зачастую более удобный, чем европейский рынок, потому что нужно развиваться на российском рынке. Об этом постоянно говорили. Собственно, с учетом тех решений, которые приняты, можем ли мы говорить о том, что, можем ли мы говорить о том, что, по сути, поле вот этого российского рынка, оно скукоживается, и издержки пребывания на российском рынке становятся намного выше, чем преимущество, о котором мы говорили 5-7 лет назад. Значит, поскольку деньги имеют интегральный показатель, то есть они имеют время, объем и риск, то в Европе зарабатывается меньше, ну, или там, условно, там, на Западе, условно, дольше, но с минимальной степенью риска. В России зарабатывается быстрее, больше, но с величайшей степенью риска. И поэтому здесь, безусловно, для тех, кто, для флебустьеров, увеличивается ли цена, то бишь увеличивается ли степень риска, да, степень риска увеличивается. В том числе и, соответственно, зависит от того, ту нишу, которую ты выбираешь. Сейчас, например, ниши гражданские, они очень сильно проседают, но те люди, которые заняты прямо или косвенно, соответственно, с ВПК или около ВПК, скажем так, сейчас появляются новые списки Форбс. Поэтому здесь все зависит от того, кто к какой степени риска готов. Напомню, что в Сомали тоже есть бизнес, в Сомали тоже есть инвестиционный климат, и каждый, в общем-то, выбирает подходящую для себя неподходящую степень риска. Россия сегодня, государственный холдинг, как стало известно изданию СОТО, как я понимаю, журналисты СОТО первое обратили на это внимание, подали на регистрацию торговой марки, на перерегистрацию торговой марки Эхо Москвы. Мотивируя это тем, что, в общем-то, наступил срок перерегистрации торговой марки, и, собственно, получается, некий такой рейдер торговой марки Эхо Москвы, потому что Генедиктов утверждает, что она по-прежнему принадлежит закрытому акционерному обществу Эхо Москвы, условно, где-то многие акционеры были, не только там Газпром Медиа, который когда-то взял свою часть от Медиа Моста. Там, кстати, у Гусинского, если не ошибаюсь, тоже какие-то проценты оставались. Зачем необходимо сейчас осуществлять этот рейдерский захват в отношении бренда Эхо Москвы? И будет ли он использован, скажем так, в информационных целях, либо это превентивный удар для того, чтобы Эхо с уровнем доверия к нему не возродилось в стольной итерации? Ну, я считаю, что это больше такой подход можем сделать, делаем. С точки зрения пропагандистской цели достаточно бессмысленный ход, потому что даже, ну, сейчас, поскольку на волнах Эхо Москвы выходит радиоспутник, оно опустилось в рейтинге на, по-моему, то ли 26-е место, то ли еще какое-то, потому что совершенно другой контент, и те, кто слушали Эхо, это люди, ну, фундаментально другие. Безусловно, Эхо, реинкарнировавшись в новых так называемых медиа, существенно потеряла, потеряла и аудиторию, потеряла и охват, как таковой, изменилось качество аудитории. Вот, поэтому здесь это как-то около государственных холдинг просто подгребает торговые марки. Говорить о том, что это, ну, вот, что-то уникальное, ну, на мой взгляд, это очень технический, уже такое техническое действие, потому что при отсеченной голове по волосам-то не плачет. Да, но в западной культуре таких людей называют троллями, да, существуют патентные тролли, существуют тролли, которые обработают по другим маркам, то есть суть в том, чтобы потом какой-то мелкий тролль имел претензии огромные на, вот, какую-то большую компанию. Зачастую большую компанию легче заплатить ему троллю, лишь бы он отстал. Вот на этом зарабатывают люди деньги. Но здесь же получается, в принципе, наоборот, ну, что взять с Венедиктова, да, что называется, паршивовцы шерсти клок. Здесь никто, ни с кого ничего брать не будет, просто патентуют про запас. В общем, ничего экстраординарного. Сейчас начинается предвыборная кампания, и это один из будет в статье расходов, будет один из расходов. Все. Предвыборная над на что-то расходует сжечь деньги. Вот и сожгли. Незначимый вообще проход абсолютно. Дмитрий Ильич, я вам задам такой вопрос, ну, как бы, предельно откровенный. Да, вот вы свободно выступаете, причем выступаете на разных площадках, говорите то, что считаете, думаете, то, что вы считаете, то, что вы думаете. И, в общем-то, у вас это получается, вы не иностранный агент, вы по-прежнему входите в разные кабинеты, как я понимаю, общаетесь с разными людьми, в том числе и представителями власти. И вы понимаете, вот как необходимо играть даже в этой ситуации с тем, чтобы, ну, скажем так, не ужимать себя в каких-то возможностях в своей жизненной позиции и прочее. Если бы вы, например, были главным редактором радиостанции «Эха Москвы», мы знаем, что Венедикто долгое время он как бы вертелся и крутился, вот вы теоретически могли бы удержать эту радиостанцию и как бы спасти ее с тем позиционированием, которое у нее было до войны. Или это было нереально, в принципе? Ну, поскольку я, как вы знаете, ни один год и в разные, у меня было несколько там программ, я приходил и уходил, я, в общем, знаю, как это внутреннюю, подноготную, там проблема была не в, там, ну, не в Алексея Алексеевича, а в позиции генерального директора, так что там, в общем, я с этой милой барышней неоднократно общался, но в целом я могу сказать так, что если бы был другой генеральный директор, ну, это была бы, конечно, компромиссная позиция, то теоретически эхо можно было бы удержать, но это было бы, ну, достаточно бессмысленная история, потому что, поскольку пошла волна закрытия, то, скажем так, даже хождение по кабинетам сожгло бы много ресурсов, при этом не дало бы какого-то эффекта, то есть эхо надо было принудительно закрывать еще при первых сигналах, потому что, когда, будем честны, все люди, которые там работают, это же наемники, то есть, если бы я был там хотя бы каким-то там частично собственником, то я бы закрыл бы их раньше. Да, но был же пример Михаила Лесина, напомню, что Михаил Лесин в 3-е был возвращен, как черт из табакерки возник, с российской власти он возглавил «Газпром-Медиа», это бывший, кстати, министр печати, и Михаил Лесин назначил своего генерального директора, и сняли того генерального директора, который был там 20 лет на эхо Москве, ничего там не решал, но был чисто номинальной фигурой, и была попытка влиять на позицию, там, Венедиктова и так далее. В итоге Венедиктов по сути сожрал Лесина. А тогда это получилось? Почему сейчас не получилось? Вы говорите, конфликт с генеральным директором. Почему Венедиктов не смог сожрать генерального директора в этот раз? Потому что совершенно другая была позиция. Потому что если раньше отношение к позиции редакции, я не буду выделять там Алексея Алексеевич, она была фундаментальна, в том числе и в кабинетах другая, потом она просто очень сильно поменялась. Несмотря на то, что Алексей Алексеевич до сих пор имеет возможность пусть и реже общаться в том числе и с представителями большой власти, скажем так, назовем своими именами, большая власть это близко к тому, почему посадили Алексея Анатольевича Навального. Потому что он упустил как это произошло, то как в Матрице вот за моей спиной произошло дежавю. Матрица перестала играть в так называемую демократию. Поэтому если бы условно говоря генеральным директором был бы я, я бы приблизительно за полгода до того, как произошел конфликтный историй, я бы Эхо либо переформатировал, либо увел, потому что оно находилось очень сильно под множественными ударами. Переоценивать значимость команды Эхо, ну, это в общем, и тем более связи на тот момент, это просто переоценка была собственной значимости. Как переоценивать собственную значимость Алексея Анатольевича и переоценил ту самую перезагрузку, которую он просто не отловил. Она произошла задолго до его возвращения приблизительно за год. Власть перестала заигрывать, власть перестала изображать, что она будет играть хоть в какую-то демократию. До этого она играла. Дмитрия Анатольевича, безусловно, снижая государственная государственная например. Вот что вам лично выгоднее носить на своих плечах какую-то большую структуру, либо самому как кравчуг между капель проходить в этих коридорах власти? Я бы сказал так. Дело в том, что если ты присоединяешься или как-то присоединяешься к какой-то группе, государственной группе, безусловно, это начинает вносить в том числе ограничения с точки зрения того, что ты будешь говорить. Значит, поскольку у меня есть одна, ну, для меня это проблема, ну, не то, что проблема, это я просто знаю, это знают люди, которые со мной работают, я не дипломат. Меня как-то вот с зализованием задниц, дипломатии, вот этими вот как раз финтами-ушами лезтью есть проблема. Но я знаю, как это купировать, я знаю свою слабость, я хорошо молчу. То есть, вот фундаментально. Вот я умею, как говорится, если нужно, я могу заткнуть. Вот. Присоединяясь или, например, если, предположим, мне бы был там предложен позиции условного господина Эрнста, то я могу сказать, что это то, чем занимается Константин Львович, это высочайшая степень искусства, вот этого как раз хождения между струй, как раз по сравнению с ним я, в общем-то, не просто малчик, а даже как-то грубый неотесный мужлан. Ну, и по большей части вот именно поэтому, в общем, поскольку я взаимодействую с государственными структурами, они взаимодействуют со мной точечно, потому что полностью принять их, там, я имею в виду командную какую-то, либо философию, либо так называемые неустановленные правила, которые внутри присутствуют этих структур, я понимаю, что я там не вписываюсь, либо мне должен быть дан карт-бланш для переделки структур. Когда разговаривал, например, с одним из того, кого он называет олигарх, ну, там, скажем так, людей из списка Forbes, он там, полушутку, полусерьез, сказал о том, что, да, ты хочешь изменить мир, да, я этого не скрываю, что я никогда не борюсь за собственный пост, за власть, как таковую власть, она мне не интересна, точно так же, как не борюсь за деньги, за там еще что-то, потому что, ну, как-то, у меня много чего есть, было и будет, и для меня это не самоцельно, для меня это инструментарий. Так вот, когда мы обсуждали, когда там, он спросил, хочешь ли ты быть губернатором, я так, вернее, полушутку, я высказался, говорит, ну, ты пойми, что губернатор сегодня настолько не самостоятельный, что, в общем, без федерального центра он не работает. А я про то, что хочу изменить систему, я не хочу то, чего хотят так называемые наши оппозиционеры. В 90% случаев, на самом деле, альтер-эго существующей власти. Они хотят просто пересажать тех, на их места посадить своих. Я считаю, что это категорически неверный империатив, и если вы хотите, попросту говоря, занять теплые креслицы, я просто не в вашей когорте. Уже, мои друзья, перед следующим вопросом, который задам Дмитрий Валерьевич, я просто вам напомню, что можете подписаться на канал, это очень важно, на самом деле, потому что у нас всегда такие спокойные разговоры с Дмитрием Валерьевичем с другими гостями. Это пользуется действительно малой популярностью, но вы можете помочь исправить ситуацию, может быть, больше людей будут слушать эти интервью, это на самом деле очень важно. Такие диалоги, поэтому, пожалуйста, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк, подписка, это очень-очень важно. Дмитрий Валерьевич, саммит в Джиде, в Судовской Аравии, который прошел вот сейчас. Ну, есть как бы несколько точек зрения, да, вот на этот саммит, мы понимаем, что есть позиция Запада, которая заключается в том, что чума на оба ваших дома, но с другой стороны, мы будем помогать Украине, просто потому, что Украина публично вписала из-за нас, за Запад, и мы публично вписали за Украину, мы должны идти до конца. То есть, это есть некая пиаровская позиция, и от нее отступить нельзя. А с другой стороны, Запад педалирует идею переговоров. И понятно, что здесь для Запада Запад пытается, скажем так, зондировать почву, на кого из сторон он может больше повлиять. И здесь, как бы, президент Украины превентивно решает взять на себя инициативу, созывает глобальный саммит и саммит о мире, и где привлекает разных сторон, разные стороны для создания вот этой концепции мира. При этом там не участвует собственно государство-агрессор Россия. Вот как вы оцениваете вообще этот саммит? Действительно ли можно говорить о том, что этот саммит это все-таки некая попытка Украины сбавить обороты с Запада по педалированию идеи мира с Россией и попытка в какой-то степени там заболтать эту тему пока идет военное наступление? Ну, я бы сказал бы так, что это попытка наверное сверить часы, потому что насколько я себе понимаю и то, что даже приходит с разных полей от разных людей, которые там присутствовали на этом саммите, это действительно попытка сверить часы, потому что то, что мы с вами обсуждали, что ни Россия, ни Украина с одной стороны не артикулируют цель, что такое победа в их картине мира, про территорию я уже неоднократно комментировал, что ни для России, ни для Украины подобного рода цели, но они бессмысленны как таковые, как я уже говорил, что и для России, и для Украины цель цель зеркальная, это смена вектора политического режима, так называемого, потому что я уже объяснил, что даже откат к границам 1991 года не приводит к победе Украины, как бы это ей не хотелось, точно так же, как наоборот, условно говоря, подход к границам Киева не дает России ощущение победы, именно по причине того, что военный конфликт будет продолжаться, вот, поэтому джида это про то, что пытаются сверить, найти какой-то хотя бы минимальный компромисс, компромисс пока не сильно возможен, именно по причине того, что для того же западного мира, он в том числе поверил в одновременно, как я уже говорил об этом, что и российская пропаганда, и украинская пропаганда в едином трудовом порыве слились с одним тезисом, что Россия воюет со странами НАТО, как я уже говорил, что это был достаточно большой провал именно как раз в российской пропаганде, потому что если бы пропаганда работала бы в сторону, что это абсолютно внутри государственный конфликт или там пограничный конфликт, и Запад бы не напугался, то, соответственно, Россия бы в кавычке от этого больше бы выиграла в той части, чтобы Украину меньше бы поддерживали и оружием, и деньгами, поскольку в общем-то теперь и Евросоюз и для политиков Евросоюза и для политиков Запада это действительно является таким очень важным маркетингово-политическим трендом в их следующей предвыборной кампании, потому что они говорят «А вот мы там на стороне добра, мы за все хорошее против всего плохого», вот это будет использовано, раскручено, естественно, в их предвыборных лозунгах. Так-то у них с обычными выборными идеями насчет чего, ну потому что там множество партий, их там их далеко не 5 и не 10, именно очень сложно выбирать какое-то вот маркетинговое направление как-то, чем отпозиционироваться от других, а теперь очень легко отпозиционироваться от других. Смотрите, Микр Ильич, мне кажется, что все-таки есть такая фундаментальная разница, она заключается в том, что для большинства граждан Украины нет другой альтернативы, кроме как вот ощущение победы в этой войне. На самом деле это очень важно для украинского общества, которое настрадалось во время вот этой российской агрессии. Это означает, что победа, она измеряемая всегда абсолютно, да, это возвращение территории оккупированных России. И здесь, безусловно, как бы выход границы 1991 года, это был бы, ну, действительно какой-то детант для украинского общества очень важный. С другой стороны, вы не напрягно говорили, что уход с оккупированной территории для России не означает слом режима и в принципе не означает смену внутренней повестки. То есть в этом смысле Россия откатить как бы в принципе легче, то есть режим Путина при этом может сохраниться. При каких условиях Путин может пойти на то, чтобы, скажем так, сохраниться, согласиться с территориальным перераспределением не в пользу России? Только если его кто-то сможет заставить. Совершенно очевидно. А поскольку на сегодняшний день подобного рода сил не существует, то даже и разговор об этом в России не поднимается. Потому что сейчас это игра «попробуй отбери». Ну, попробуй отбери. Что, сейчас идет речь о том, что туда-сюда гоняются несколько поселков? Все. Нечего обсуждать. Россия-то сейчас ушла в глухую оборону. или не в глухую, а в достаточно серьезную оборону. А что может Украина сделать? То есть у нее вооружений хватает, у нее хватало вооружений на, скажем так, на защиту. А на наступление этих, сколько, подчеркиваю, туда-сюда, туда-сюда гоняются пару сел. Ну, пару сел гоняются как бы, если, с точки зрения географии, с точки зрения, скажем так, военной составляющей, то есть разные оценки, в том числе, ну, мы смотрим на ситуацию в динамике, к примеру, это может провести, но, скажем, к деоккупации, там, например, левого берега, да, Херсонской области, это к деоккупации, там, Мелитополя, Мариуполя и так далее, то есть выходы к морю. И это же тоже может стать результатом контрнаступления, это существенно поменяет картины, имея в виду, что сейчас мы смотрим динамики, для нас это село туда, село обратно, но в конце может быть в том числе и выход к морю, это уже серьезное изменение ситуации, чисто политическое. Да, то есть выхода к морю еще надо дожить. Село туда, село обратно гоняется очень долго, поэтому пока значимых, значимых, как говорится, территориальных возвращений в Украину нет. и я уже об этом тоже говорил, что сама идея контрнаступления была очень, очень избыточно перегрета. И сейчас Украина огревает, абсолютно опять-таки тоже ошибка, в том числе и публичной риторики, и публичного пиара, что настолько перегрели и в это поверили, в контрнаступление, я имею в виду такое масштабное, с какими-то значимыми победами, в том числе поверили на Западе, что в том числе и в Джиде спрашивают, типа, ну, и чего, потому что никто же не повторюсь, условный Запад не будет воевать с Россией, не будет гибнуть ни один солдат, ни НАТО, ни какой-то сопредельной страны, и не будет соответственно перестраивать свое ВПК, потому что полтора года уже бессмысленно обсуждать, он не перестраивает его на военные рельсы. Да, оружие будет поставляться, но постольку, поскольку. А вот это постольку, поскольку не позволяет вести масштабное контрнаступление, и, соответственно, России, поскольку досталось, и Россия это наследник СССР, и оно было изначально заточено в очень милитаристском стиле, ну, подчеркиваю, я говорю о том, что октябрь-ноябрь у нас с вами ожидается война дронов, это будет облака дронов, которые пойдут как в одну, так и в другую сторону. Украине надо к этому быть готовым, а Россия, ну, завод в Татарстане работает как не в себе. Вы имеете в виду завод по производству дронов? Дмитрий Валерьевич, вот смотрите, в завершение вас хочу спросить, вот мы постоянно говорим о том, что существует как бы две рамки, да, первая рамка это как бы военная агрессия России против Украины, так, соответственно, война Украины за освобождение своей территории, российско-украинская война, да, вот это первая рамка, то есть это как локальный конфликт, локальная война между двумя странами, и вторая рамка это реакция Запада, реакция международного права на происходящую. Конечно, можно сказать, что Украина для своих как бы целей совершенно понятных, ну, педалирует как бы тему об угрозе Запада, в случае, если Запад не поможет Украине, то есть Украина это как форпост на пути российского медведя на Запад, да, то есть вот это вот та идеологема, которая вот, ну, Украина педалирует, да, можно говорить, что это условно там идеологема, которая необходима для усиления Западной помощи. Но тут есть же вторая рамка, которая я хотел бы завершить этот разговор, и которая мне кажется действительно фундаментально важна. Вот если мы посмотрим на территорию Европы, сколько было проблемных точек и таких, как бы, ну, что называется, краеугольных камней, когда, которые, на мой взгляд, они повлияли в общую ситуацию. Мы посмотрим, например, Карабахская война, да, то есть когда Армения ржала часть территории Азербайджана, 20% территории Азербайджана, в результате войны, и в принципе, Запад с этим согласился. И мы до сих пор знаем, что существует очень сильная проармянская лобби, например, в Европе, которая считает, что Азербайджан действует неправильно, хотя Азербайджан возвращает свою территорию. С другой стороны, когда касалось Косово и Сербии, естественно, Запад всё сделал для того, чтобы Косово получила независимость, хотя, по идее, была турнира территории Сербии, да, то есть каждый раз в зависимости от конъюнктуры менялось отношение международного права. Соответственно, это породило всё российско-грузинскую войну, в деле исполнилось 15 лет, и, де-факто признание независимости Южной Осетии и Абхазии со стороны России, то есть по примеру Косово мы тогда, и потом полномасштабное вторжение с попыткой оторвать от Украины на территорию со стороны России. То есть это всё, вот если вот я примеры привёл, которые просто говорят, ну и Приднестрово, конечно, говорят о том, что когда ты один раз пропускаешь, грубо говоря, нарушение правил, оно продуцирует за собой другие нарушения правил, невозможно действовать, исходя из политической конъюнктуры. Не кажется ли вам, составляющей, всё-таки если Запад пропустит этот гол со стороны России в войне против Украины, рискует где-то упасть, споткнуться какое-то яблоко, которое уже нагнётся сам Запад, именно потому, что Запад пропустил российский гол в войне против Украины? Ну, тогда надо брать сначала, как я уже говорил, что 24 число началось в 2008 году. Он уже пропустил. Уже понятно, что они, как я и говорил, будут говорить, что ни ЕС, ни НАТО не являются никаким зонтиком, что это обычные сопляжи, что это обычный бюрократ, которым грош цена, там, как это, грош за базарный день. И это просто российско-украинский конфликт лишний раз доказывает, что международные договора давным-давно утратили хоть какую-то значимость. потому, что мы, ну, там, хоть и гипотетически, я всегда говорю, что представьте, если, например, когда Турция проводит наземную операцию в Сирии, в момент как раз российско-украинского конфликта, в Сирии Турции кто-то ничего не заявляет. Почему? Потому что ничего заявить не может. Если, например, Турция как-то примет решение, что Крым ее, порадует ли это, например, украинцев? Боюсь, что нет. Ну, то есть, если из разряда типа, ага, вот Рашки сейчас достанется, ну, ок. Ну, если там будет турецкий анклав, сильно понравится? Боюсь, что нет. Поэтому вот так вот на сегодняшний день это произошло. Дмитрий Борисович, я очень благодарен за это интервью. Уже, мои друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, не забывайте, это очень-очень важно. Я еще раз благодарю Дмитрия Валерьевича за то, что нашел время после тяжелого рабочего дня записать эту программу. До новых встреч. Спасибо зрителям, что остаетесь с нами. Огромное спасибо, Дмитрий Валерьевич, за это интервью. До встречи.